Мы пойдем сейчас на право, раз, два, три, а теперь пойдем налево, раз, два, три. Главная елка года, 2000 детей со всей области, 2000 подарков и 2000 новогодних желаний, которые они писали в письмах, которые сегодня шепнули на ушках Деда Вороза. Чтобы всегда были родители рядом. Нам мечта получить лыжи, собственную лыжи. Чтобы все было хорошо и было много денег. Учиться ходить. На губернаторскую елку 2016 уже по традиции пригласили воспитанников детских домов, детей из приемных семей, которые добились успехов в учебе, спорте, творчестве. Устройство сирот семьи – одна из важных задач правительства. Работают над этим и различные общественные организации приемных семей в Нижегородской области. Сегодня воспитывается более 2,5 тысяч детей. Сегодня видать за благотворительность получает Татьяна Безбородова, руководитель детского проекта, совместно с Министерством образования, помогает сиротам обрести семейное тепло. Я знаю нескольких детей, детских домов, которые загадали на Новый год желание найти маму и папу, и в наступившем году это желание исполнилось. Я очень надеюсь, что у многих сирот это желание исполнится. Получить приглашение на губернаторскую елку – вообще большая честь. Попасть сюда мечтают и просится снова и снова. И мечты исполняются. Я приехала из города Павлова посмотреть на эту отличную елку. Нам здесь очень нравится. Мы здесь не первый раз. Мы были здесь и в 2014 году, и в 2013. Здесь очень много разных развлечений. Нам это очень нравится. Поэтому мы хотим, чтобы здесь всегда посещать. Потому что здесь очень много разного удовольствия можно получить. Мы от них набираемся доброты, тепла и заботы. Я не знаю, кому это больше и полезнее. Может быть, даже взрослым больше полезнее, чем детям. Иметь такую искренность, иметь такую доброту, человечность. Для них новогодние представления – сказка, в которую хочется верить даже повзрослевшим детям. И желание загадывают все. Потому что чудеса случаются. Обязательно случаются. Ксения Юдоровна, Владимир Гайдаев, Диктивное ННТВ.